Дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о ваших желаниях, заветных желаниях, ведь каждый из нас что-то желает, что-то хочет, что-то требует. Так вот, один мудрец сказал однажды, в свое время, и я не могу с этим не согласиться. Желай с полной осознанностью, потому что каждое желание обязательно будет исполнено в то или иное время. Может потребоваться немного времени, потому что ты всегда стоишь в очереди. Многие другие пожелали этого раньше тебя, поэтому может потребоваться некоторое время, иногда твое желание этой жизни может исполниться в другой, но желания всегда исполняются. Это один из самых опасных законов, потому прежде чем желать, подумай, прежде чем требовать, подумай. Хорошо помни, что однажды это желание исполнится, и тогда ты будешь страдать. А теперь я хочу прочитать одно из своих сочинений, можно сказать, творение на эту тему. Он называется «Наш дар». Итак, «Наш дар». Мечты реальны, ты поверь, их порождает слово, ветер. Упав зерном в земную тверть, они восходят. Хочешь, верь, или хочешь, но не верь. Есть информация и поток. Он возрождает силу мысли. Эмоции тайны уголок рождают всю картину в жизни. И приложив ее любя на знаки, взглядом окрыленным, и, не задумавшись, створяй, быть настолько убежденным, что жизнь дает тебе расклад. И, обретая силу мысли, ты отдаешь ей все подряд. Все обретенное тобой в мучительной и славной воле, готов пожертвовать собой. Да, да, собой, а так не более. Растишь частичку из любви и понимаешь это чудо. Роски возвышенной любви протянутся буквально к небу. А там ты вспомнишь, но, увы, не все подвластно человеку. Все тайны мира, дух создания, планет, галактик мироздания, судьбы своей печальной взоры с Богом честно поздно. Тогда поймешь, насколько слаб, в своем лишь только бремя людей. Душа уйдет на миг, а там вернется все. А ты понят не в силах. В потоке света и тепла, все, что творилось прямо с Богом. А ты закуришь, погрустишь пока, поплачешь над своим народом. Найдешь себе одну лишь цель и будешь править, не поверь. Поберешь все, даже не вновь, без. Мы же поверим.